Всем привет! Сегодня, несмотря на дождливую погоду, мы с вами находимся в исторической части нашего города, Нижнего Новгорода, на улице Черниговской, которая была построена в 1800-х годах. Давайте немножко посмотрим, какие здесь дома, какая архитектура. Все сохранилось с тех времен. Продолжение следует... В 19 веке на этой улице жили в основном купцы, которые занимались торговлей и доставляли свои товары по реке Аке. Здесь раньше была очень большая навигация, было очень много теплоходов и пассажирских, и грузовых, было много причалов, и здесь жизнь текла рекой. Прямо перед нами находится комплекс мельниц купца Башкирова. Был построен в 1870-х годах. Является культурным памятником Нижнего Новгорода. Сейчас мы находимся на... По адресу Казанская площадь, дом 1, когда-то это был Казанский вокзал. До этого он назывался Рамадановским вокзалом, и отсюда ходили поезда в Арзамас. Вокзал был построен в начале века и функционировал 70 лет. Закончил свое существование в 1972 году. Продолжение следует... Сейчас мы с вами находимся возле водонапорной башни, которая была построена в 1880 году и была закрыта в 1988. Она была построена для того, чтобы вода поступала в верхнюю часть города. Продолжение следует... Сейчас мы подошли к бывшему зданию Куйбышевской заброшенной водокачки Вот в таком состоянии оно находится сегодня Она состояла из двух больших залов, нескольких секций второго этажа, который не сохранился В здании и на прилегающей территории множество различных колодцев и резервуаров Слева от здания станции находилась паровая машина, при которой осуществлялся подъем воды и шестигранная кирпичная труба цела до сих пор Продолжение следует... Продолжение следует... 31 августа 1993 года Это здание решением Нижегородского областного совета народных депутатов Был признан объектом культурного наследия и внесено в реестр городская водонасосная станция на улице Черниковской В 1995 году насосная станция была передана в аренду Однако на протяжении десятилетия арендатор не предпринимал никаких действий по сохранению памятника Что привело, к сожалению, к его деградации и аварийному состоянию По состоянию на 2019 год сооружения водокачки продолжают разрушаться Это здание тоже относится к водонапорной станции Как вы видите, недавно здесь был пожар Вот в таком состоянии оно на сегодняшний день В настоящее время На этой улице в основном находятся нежилые дома Буквально дома 3-4, в которых люди проживают Остальные это дома, в которых существуют различные организации либо офисы Если мы пройдем немного дальше, то там находится гостиница Возле этого небольшого отеля мы закончим нашу небольшую прогулку по улице Чернигсты Мне очень приятно, что вы сегодня были со мной До новых встреч! Всего доброго!